Это самая такая тема, которая на сегодняшний день больная между нашими государствами. Во всем остальном, конечно, управлены. У нас народы близкие, братские. Но вопросы границы, это мы должны это определять. Вот наши главы государств дали поручение. Я думаю, сегодня мы должны открыто об этом поговорить. Решить вопросы безопасности населения на приграничной территории. И активизировать работу по юридическому оформлению государственной границы между Казахстаном и Таджикстаном. Так как это является краевойным камнем вот этих всех происходящих комплектов. Я знаю Вас как очень сильного руководителя, очень грамотного организатора. Я думаю, что в ходе предстоящей нашей встречи мы все-таки найдем точки соприкосновения. И должны активизировать работу по юридической части нашей границы. Спасибо большое, Денис. Поскольку мы перед прессой сейчас беседуем, я бы хотел отметить во всех моих предыдущих интервью, что люди, которые живут, они веками здесь жили. Но так произошло, что в начале было образование СССР, теперь независимые государства, и возникла необходимость определиться государственной границей. Но люди, которые дружили там с семьями, может быть даже они порогнились. Но сейчас же ничего такого не произошло, чтобы они друг друга камень кидали. Просто нам надо руководить, когда я абсолютно согласен, я тоже с Голочевым Валерином Ковым отношусь, зная о том, что мы можем найти точку соприкосновения этих вопросов. Надо, чтобы люди чувствовали себя спокойно, потому что они не виноваты. Но вопрос, как я сам согласен, является очень простым, необходимым. И это на уровне наших президентов двух государств. Они беспокоятся, и мы не имеем права их беспокоить. Мы должны успокоить народ, что все будет в рамках закона, взаимовыгоднее. Для обеих сторон будут приняты решения. То есть это, оно не будет такое легкое решение, но это будет решение, после которого обе стороны будут согласны. Поэтому мы будем над этим работать. Большое вам спасибо, еще раз за руководство. Спасибо.